Необходимость смены режима в нашей стране осознали абсолютно все граждане, но пока многие не понимают, каким образом это осуществить. Существует только один законный способ сменить власть – массовые организованные протесты. Если вы массово не будете выходить на митинги, то наступление режима будет только нарастать. А когда выйдут тысячи, мы выйдем, что мгновенно на следующий день эта власть совершенно будет петь другие песни. Вот мы сейчас организовываем митинги 31 июля. Мы создаем площадку для выражения протеста. Если мы этого не будем делать, что получится? Разрозненные недовольные силы будут выходить мелкими группами, власть будет их подавлять, сажать в тюрьму, штрафовать и фактически никакого сопротивления в обществе не будет. Должна быть организующая политическая организация, которая понимает, куда ведет страну, что будет в будущем построено. Мы всем этими возможностями и качествами обладаем. Мы знаем, какую страну построим. Мы знаем, что мы будем делать, какие отрасли развивать. Мы знаем, что будем строить свободную демократическую страну. И в этом смысле мы именно как политическая организация, взяв на себя эту ответственность, призываем вас 31 июля в 12 часов дня около Акиматов городов выйти на массовый протест. Нет принудительной вакцинации, свободу политическим заключенным. Необходимо, чтобы протесты были организованными. Как этого добиться? Все очень просто. Нужно начинать объединение со своего ближайшего круга. Это могут быть члены вашей семьи, друзья, соседи, коллеги, люди, которым вы доверяете, и они разделяют ваши взгляды о необходимости перемен. Это наиболее эффективно и безопасно, ведь на этом этапе режим никак не может это отследить и помешать. Далее вы должны научить их пользоваться мессенджером Телеграм и помочь им создать профиль в мессенджере. После вам нужно создать закрытый чат вместе с ними, дать этому чату название и придумать имя. Как только вы выполните эти действия, выходите на связь со штабом ДВК по ссылкам, которые сейчас видите на экране. Или пишите в WhatsApp. Это очень важная и несложная задача. Мы призываем наших сторонников создавать ячейки и 31 июля в 12 часов выходить на митинги по всему Казахстану. Организованность приведет нас к скорой победе над режимом, и мы, наконец, добьемся долгожданных перемен. Продолжение следует...